Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре. Правильный понедельник, как меня слышно, нет ли проблем с изображением и со звуком. Если все отлично, жду плюсиков в общем чате. Отлично. Имейте в виду, что если такие проблемы возникнут по ходу самого вебинара, обязательно сообщайте мне об этом. Попробуем исправить, конечно же. И не забывайте, что у вас есть возможность навести курсор мыши на мое изображение. Там также бегунок громкости. Можно подстроить и адаптировать этот параметр под себя. Ну, собственно, давайте переходить к нашему вебинару. Разумеется, тех, кто хотел поприсутствовать уже с нами. Ну, а что касается оставшихся, завтра с утра запись будет доступна уже на нашем официальном канале. Тогда можно будет посмотреть и там. Сценарий прежний, собственно. Конечно, коснемся основных фундаментальных событий прошлой торговой пятидневки, на что стоило обратить внимание. Очень надеюсь, что вы смогли по факту, опять же, интересного новостного фона, который был очень интересным провести, достаточно прибыльных разделов и, разумеется, нарастить потенциал вашего депозита. Актуально каждый день в ходе брифингов мы, конечно же, возвращаемся к новостному фону. Также думаю, что вы не пропускаете их, поскольку в понедельник, конечно же, у нас есть возможность только проанализировать прошедшую неделю. А вот что касается брифингов, мы, по сути, постоянно держим руку на пульсе. Это более актуальная информация. Это так. На будущее буду рад, разумеется, видеть вас и на наших ежедневных брифингах. Коснемся основных событий прошлой недели. После плавно переключимся на те интересные инфоповоды, которые у нас впереди. Хотя их, конечно же, не так уж и много, но мы будем выуживать все самые интересные макроэкономические релизы и стараться, разумеется, прикинуть потенциал валютных активов в связи с таким новостным фоном. Ну и заключительным слайдом традиционно я представлю основные ожидания по ключевым валютным активам, валютным парам – это евро, доллар, фонт, юзди, иена и австралийцы против американской валюты. Это, наверное, основной аспектр финансовых активов, от которых можно уже плясать буквально всем, тем, кто делает ставку на трейдинг именно на рынке финансовых активов. В ходе, разумеется, правильного понедельника касаемся также и нефти. На основании, опять же, динамики черного золота можно делать определенные выводы по перспективам рубля. Но если какой-то актив, конечно же, не затрагивается, вы, разумеется, об этом пишите в общий чат, скажем, приму к сведению, и в следующий раз постараюсь специально для вас проанализировать его перспективы. Ну и также буду рад, если вы будете оставлять, разумеется, вопросы и комментарии на нашем официальном канале на YouTube. И не забывайте о том, что буквально недавно мы запустили новый форум компании «Амаркетс», где у меня есть также своя ветка, можете заходить, делиться, разумеется, вашими представлениями о перспективах основных активов. Ну и если, опять же, есть вопросы, можно прям транслировать их и туда, поскольку я постоянно проверяю эту ветку. Давайте теперь переходить к нашему вебинару. Есть действительно о чем поговорить, потому что неделька, еще раз повторюсь, вывелась довольно-таки интересная. Буквально всю неделю, вплоть до четверга, до итогов двухдневного заседания, до публикации ставки, трейдеры, мягко говоря, были как на иголках. На мой взгляд, это абсолютно неудивительно, ведь все-таки речь изначально шла о том, что мы можем стать свидетелями событий десятилетия. Но это, конечно же, на ожиданиях. По факту, когда ставка была опубликована, мы поняли, что они изменились в плане монетарного курса. И сейчас у нас есть ожидание того, что подобные коррективы, они, наверное, поехали на ближайшие даты, то есть это октябрьское заседание, ну, вплоть до конца 2015 года. Поэтому фундаментальную бомбу, я уверен, мы еще дождемся. И самое главное сейчас, конечно же, не поддаваться каким-то ложным сценариям поведения на рынке финансовых активов. И ни в коем случае не отказываться от идеи, которая предполагает неплохое усиление позиций американской валюты. Ну, собственно, давайте обо всем по порядку. Начнем буквально с начала прошлой недели. Мы помним то, что европейская валюта корректировалась буквально с начала азиатской сессии понедельника и преодолела за первые две торговые сессии вниз около 70 пунктов. Из отчетов можно было выделить индекс настроения в деловой среде института ЗЮ по Германии, который просел до минимума с 2014 года. 12,1 против прошлого 25. Рочаровала и оценка деловых ожиданий по еврозоне в целом, также ЗЮ 33,3 против прошлого 47,6. Вполне вероятно, что недавнее падение фондового рынка Китая вкупе с опасениями за общее состояние мирового экономического роста все-таки сказалось на настроениях европейских промышленников. И если действительно есть цель проанализировать настроение в деловых кругах касательно еврозоны в целом, то здесь, разумеется, нужно обращать внимание именно на индексы ЗЮ, потому что, на мой взгляд, они являются более объективными. Это, если сравнивать эти отчеты с данными по ИФА. Вроде бы как ИФА и тоже статистика неплохая, и анализируют то же самое, но реакция там, скажем, более двусмысленна. Я считаю то, что ИФА может ввести в заблуждение тех трейдеров, которые в целом не привыкли, скажем, детально и глубоко анализировать общий фонд и гентальный фон. Но вот ЗЮ как раз редко ошибается. Если минус, значит промышленники негативят и не верят в перспективы, собственно, своего бизнеса. Поэтому на ЗЮ мы уделяем всегда максимум внимания. И за последние месяцы мы видим то, что полномерно индекс ожидания, согласно этой оценке, пребывает исключительно в красной зоне. Создаются повышенные риски того, что, в принципе, этот сектор будет и дальше слабеть на фоне объективной экономической реальности. Но я считаю то, что если у нас есть возможность анализировать статистику, тем более исходя из показателей, будем это делать. И до тех пор, пока она не сменится с отрицательных значений на положительные, разумеется, будем использовать ее в качестве оснований, либо даже для возможностей занятия коротких сделок. Но мы от короткой сделки по евро-доллару не отказываемся. Поэтому эту статистику можно использовать в качестве дополнительного топлива и подтверждение того, что наши медвежьи оценки касательно перспектив главного валютного риска, они абсолютно оправданы и на своем месте, исходя из текущего актуального новостного фона. Более того, стоит отметить, что общая негативная оценка перспективы деятельности компании может действительно привести к реальному падению экспорта и, разумеется, еще больше снизить темп экономического роста валютного облака. В подобной ситуации участники рынка снова заговорили о дополнительных экономических стимулах, хотя ожидание подобной решительности со стороны Европейского центрального банка было поставлено нами на повестку обсуждения еще много месяцев назад. И опять же, по той причине, что мы уже тогда поняли, что валютный блок испытывает куда более серьезные проблемы, чем предполагалось. И актуальная статистика по данным по инфляции. Мы видим то, что показатели снижаются. Я думаю, что для тех трейдеров, которые еще смотрят на перспективы евро-доллара с точки зрения возможности занятия длинных позиций, позиционного характера, я считаю, что это абсолютно неправильно, хотя бы потому, что объяснить длинные сделки, наверное, будет попросту невозможно на рынке. А вот адекватная, объективная, четкая, детальная, доскональная оценка именно актуального новостного фона позволит нам найти множество аргументов, которые указывают на то, что позиционно, долгосрочно главный валютный риск будет находиться под серьезным давлением. И самый основной фундамент и основания для этого, конечно же, новые меры экономического стимулирования, о чем было сказано уже и представителями Европейского центрального банка. Нам просто осталось дождаться. Если раньше мы имели дело лишь с собственной оценкой того, что валютный блок нуждается в этих стимулах, теперь у нас есть уже и объективное подтверждение того, что эти меры не за горами, потому что представители ЕЦБ сами ясно намекнули на то, что эти меры, они неизбежны для еврозоны. Но может быть чудом, если цены на энергоносители сейчас поползут вверх, легко окажутся выше, в частности по бренду, 55-60 долларов за баррель, тогда да, у индекса потребительских цен могут появиться какие-то основания для роста, и ЕЦБ придержит камин и будет анонсировать новые меры экономического стимулирования, отдавая должное реальности и, собственно, делать ставку на то, что экономика сама по себе вытащит себя без каких-либо дополнительных мер поддержки именно со стороны Европейского Центрального Банка. Но мы прекрасно понимаем, что для нефти такие бучьи ожидания уж дюже и оптимистично строить ни в коем случае не нужно, потому что, опять же, все располагает к тому, что черное золото, может быть, даже еще и не видело своего такого стратегического дна. Я считаю то, что бренд легко может оказаться ниже 40 долларов за баррель. И если появится основание отказаться от этих медвежьих оппозиционных идей, разумеется, вы первые узнаете о том, что они появились, поскольку либо, опять же, через свои брифинги я стараюсь, опять же, сообщать обо всем актуальном новостном фоне, либо мы коснемся этой идеи в ходе следующего правильного понедельника. Но пока этих оснований нет, я думаю, что не предвидится, как минимум, до конца 2015 года. Очень важный отчет был опубликован во вторник. Это данные по инфляции Англии. И индекс потребительских цен в месячном эквиваленте совпал с прогнозом 0,2% годовой. Нулевая отметка против прошлого на 0,1%. То есть показатель снизился и оказался в одном шаге от отрицательных значений и, соответственно, для тех рисков, которые могут просто выстроить себя настоящую полноценную ковровую дорожку для активных продаж британской валюты. И снижение против доллара ниже уровня 1,50. Разумеется, пребывание показателя столь близко к отрицательным значениям снизило вероятность повышения ставок Банком Англии. Я думаю, что если раньше мы с участниками финансовых рынков гадали касательно того, что это решение может последовать в очень далекую перспективу, там, в 2017 году, то на фоне актуальных рисков с инфляцией я считаю то, что можно даже полномерно забывать о такой вероятности, как о повышении процентных ставок в рамках британского минимального регулятора. Потому что на фоне последних махов экономических отчетов, я, кстати, касался этой темы в ходе сегодняшнего брифинга, появились даже, наверное, абсолютно оправданные ожидания того, что мы увидим, может быть, в ближайшее время, даже дополнительные раунды экономического осмельчения со стороны Банка Англии. А в целом, разумеется, этот новостной фонд, наверное, вряд ли указывает на то, что фонд может продолжить бычий ралли против американского конкурента и забраться там основа выше уровня 1.56-1.57. Оснований для этого пока нет, и вместе с той оценкой, которую мы сейчас имеем по перспективам британского валюты, я считаю то, что возвращение пары ниже уровня 1.55, точнее, уверенность закрепления, это вопрос буквально самых ближайших торговых сессий. Поскольку по Англии мы увидели слабые данные по инфляции, локально это стало причиной серьезной разгрузки для позиций британца, и мы увидели то, что за одну торговую сессию среды пара фондов растеряла довольно-таки много, если мне не изменяет память, около 80 пунктов, и, по сути, пара скорректировалась в район 1.53-1.50. Отметите, также стоит пару USD и иена, также противоречивые данные в США. В частности, роничные продажи были опубликованы. По факту мы видим то, что выросли они на 0.2% против прогноза на 0.3%. Роничные продажи, напомню, очень важный отчет, поскольку этот релиз аккумулирует 70% экономической активности. Если стоит делать какие-то прогнозы по темпам экономического расширения, то, разумеется, только отталкиваясь от этого релиза, потому что роничные продажи – это символ потребительской активности, а потребительская активность позволяет нам, опять же, говорить о том, насколько уверенными могут оказаться темпы экономического восстановления. Что касается другого, в чем скучается противоречивость отчетов? Роничные продажи вроде бы как ничего, но вот промышленное производство снизилось на 0.4% против прогноза снижения на минус 0.2%. На этом фоне американская валюта снова ушла выше сопротивления 120, и повысить интерес киене не смогло даже решение Банка Японии не расширять пока программу количественного смягчения. Думаю, здесь я ключевое слово пока, потому что, если, опять же, мы отмотаем назад на время пресс-конференции, то в целом можно зацепиться за формулировку председателя Банка Японии Курады о том, что Банк Японии действительно может анонсировать также дополнительные шаги по экономическому стимулированию, расширить программу количественного смягчения, которая сейчас составляет 80 триллионов йен в год, может быть, даже до 100-110 триллионов йен. Причина – это низкая инфляция, опять же, эта проблема сейчас характерна практически для всех развитых рынков, но, наверное, так долго, как Япония, с этой проблемой не борется никто. И если уж, опять же, актуальные объемы программы количественного смягчения не способствуют разгону этого индикатора за многие месяцы, значит, нужно, опять же, быть проактивным, нужно действовать дальше, нужно принимать эти решительные меры касательно новых шагов и новых мер, стимулированные для национальной экономики. То же самое мы сейчас говорили про еврозону. И логика, она одинаковая у всех буквально. Самый действенный инструмент, который может, разумеется, поспособствовать разгону индекса потребительских цен – это ожидание роста денежной массы, расширения баланса национального мегарегулятора через как раз вот эти программы количественного смягчения. Мы помним то, что когда-то от этой программы, точнее, относительно недавно отказались Соединенные Штаты Америки, и сейчас к этой программе активно прибегают прочие регионы. Пока говорить о том, что эта мера действенна, на основании, опять же, той реальности, которую мы наблюдаем по Японии и еврозоне, не стоит. Но все-таки более, наверное, серьезного инструмента для борьбы с риском депрессии на рынке нет. А поэтому, если нет, значит, мы будем закладывать в основу дальнейшего монетарного курса и возможности смены вектора экономической политики через более агрессивный выкуп активов. Поэтому мы ждем соответствующих мер и со стороны Японии, и со стороны, разумеется, еврозона, в самое ближайшее время. Если речь идет о топ-экономических стимулах, разумеется, это негатив для национальной валюты. Поэтому мы делаем такую же стратегическую, тактическую, полномерную ставку на ослабление и европейской валюты, и японской иены. Поэтому USD иена, помимо усиления позиций американца, еще одним триггером для восходящего движения на долгосрок будет выступать и слабость японской валюты. Об этом не нужно забывать, поскольку, ну, хотя бы в этом ключе, ведь речь идет о тандеме валютных активов, за которыми стоят абсолютно разнополярные монетарные экономические курсы. Поэтому доллар против иены мы продолжаем активно покупать. В среду евро снова отличилось ростом, параллельно подросла и американская валюта. Были опубликованы, в частности, данные по индексу потребительских цен еврозоны, которые так и не смогли переубедить скептически настроенных трейдеров, что риски этой дефляции позади. На самом деле нет. Эти риски актуальны для экономики, и показатели, которые мы анализировали на прошлой неделе, только подтвердят. В частности, годовой индекс потребительских цен просел до 0,1%, с прошлой оценки 0,2%. Месячный показатель нулевой прирост в соответствии с прогнозом. Стоит отметить, что данный отчет тут же отправил на европейскую валюту. Я думаю, ни у кого нет вопроса, с чем это было связано. К дневным минимумам, которые были зафиксированы на уровне 1,12 с небольшим. И если бы не слабость доллара, опять же, на фоне реакции на публикацию данных по национальному индексу потребительских цен, то есть уже в США, я думаю, что евро смог бы просыпаться еще сильнее, и уж точно не оказался бы на тех локальных АЭР, которые мы наблюдали в конце прошлой недели. Но все карты для, в том числе и нам, поскольку мы делали ставку на активные продажи европейской валюты, спутала публикация такого же слабого отчета по индексу потребительских цен в США. Этот отчет был еще интересен тем, что мы ведь, по сути, анализировали его за сутки до публикации итогов двухдневного заседания и, соответственно, решения по процентной ставке. В частности, индекс потребительских цен в годовом эквиваленте в США оказался на уровне 0,2% против прогноза 0,2%. То есть совпал полностью с ожиданиями рынка. А вот что касается месячного эквивалента, то он просел до минус 0,1% против прогноза того, что показатель останется на нулевой отметке. И, по сути, учитывая то, что это отрицательное значение, это, конечно же, большой негатив, который позволяет сделать не совсем, может быть, точную на долгосрок, но локально можно говорить о том, что риски низкой инфляции все-таки остаются серьезной проблемой для ведущей экономики мира. И пока, наверное, остается лишь полагать и надеяться, особенно тем, кто делает ставку на усиление позиций доллара, что эту проблему удастся закрыть и удастся разрешить. В частности, снижение индекса потребительских цен в США на отрицательную территорию было первым с начала этого года. Идем дальше. Доллар, собственно, отреагировал, мне кажется, вполне логично. На публикации слабых данных по инфляции мы видели активные распродажи. И единственное, что сдержать их, наверное, удалось, это актуальному состоянию доходности американских долговых бумаг, это трежесть. Потому что буквально в конце торговой сессии среды мы констатировали тот факт, что американские двухлетки достигли по доходности максимуму за 4 года. Если сравнить, опять же, доходность американских облигаций с динамикой, которую показывают немецкие бумаги, то здесь у нас, разумеется, рядовой выходит такое понятие, как спред, от которого можно отталкиваться, торгуя этими валютными активами. И этот спред сейчас находится на многомесячном, точнее, на многолетнем. Максимуме 6-7 лет, это точно. И, разумеется, если мы имеем дело с таким расхождением, то большим спросом будут воспользоваться именно американские активы. И, соответственно, новый приток ликвидности средств в его расположении этих активов будет приводить к тактическому усилению позиций доллара. Я более чем уверен в том, что доходность американских трежерис будет лидировать хоть до решения по ставке ФРС. А как только это решение по сознательному ужточению монетарной политики будет анонсировано на рынке, это расхождение может оказаться еще даже более существенным. Поэтому здесь вопрос касательно того, что не нужно даже сомневаться в том, что американские махалетки будут дальше тащить позиции американской валюты. Здесь вопрос только в том, будет ли вы расположение доллара тогда, когда произойдет вот это то самое долгожданное обучение ралли, которое мы делаем ставку уже очень давно. Я надеюсь, что те, кто постоянно, разумеется, посещает наши кубинары и те, кто следит за новостным фоном, который я стараюсь озвучивать каждый день в ходе ежедневного брифинга, прекрасно понимают то, что наша детальная объективная оценка общей фундаментальной составляющей позволила нам найти достаточно оснований для того, чтобы оставить американскую валюту в рядах, скажем, потенциальных лидеров. И пока от такой оценки хороших, будущих перспектив, разумеется, мы отказываться не будем. Хотя мы также внимательно следим за новостным фоном, вроде бы как тоже стараемся быть адаптивными. Но я не могу сейчас отказаться от роста доллара, потому что если сделаешь ставку, скажем, на возможность другого, реализации другого сценария, то придется и нужно будет аргументировать эту позицию. Но вот как раз оснований для того, чтобы сейчас полномерно продавать американскую валюту и покупать рисковые инструменты на фоне того, что происходит в мировой экономике, нет ни малейшего. И если бы я анонсировал, скажем, возможность реализации подобного сценария, я был бы абсолютно неправ. И я думаю, что вы первыми мне бы об этом сказали. Вернемся все-таки к статистике. В среду можно было отметить еще данные по росту заработных плат в Англии, в частности по часовой заработок в Британии, умудрился показать самые быстрые темпы прироста за последние 6 лет. По факту мы видели то, что отчет продемонстрировал прирост на 2,9%, и, разумеется, фунт, который давно уже не видел сильных макроэкономических данных, отреагировал на это абсолютно оправданным фундаментальным ростом. В частности, следствием было бычье ралли, которое позволило британцу против доллара прибавить около 150 пунктов и двинуть в район 1,5527. Но еще раз напоминаю, что это бычье ралли было ложным. Оснований для его продолжения на рынке сейчас нет. И опять личная торговая сессия, вот эта целенаправленная основополагающая коррекция, она подтвердила тот факт, что трейдеры все-таки, наверное, больше возвращаются к детальной объективной оценке реальности по Британии и не находят, опять же, тех факторов, которые можно было закладывать в фундамент дальнейшего роста британца, потому что сейчас ситуация выглядит уже иначе. И мы видим то, что фунт против доллара сохраняет предпосылки для движения ниже уровня 1,55. В следу также были опубликованы данные по запасам нефти США, снижение минус 2,1 миллиона баррелей против прошлого роста на 2,5%. И на этом фоне черное золото умудрилось выйти в район 50 долларов за баррель, хотя это сопротивление так и оказалось не реализованным для этого актива. Вопросов, опять же, почему уровень так и не пал под натиском такого активного бычьего прессинга, я думаю, что можно снимать с повестки обсуждения, потому что локально, даже и долгосрочно, и среднесрочно мы, опять же, описывали текущую ситуацию с позициями черного золота и пришли к выводу касательно того, что нет ровным счетом никаких оснований для того, чтобы актив оказался выше этого рубежа. И более того, на каждый день, разумеется, я стараюсь находить какие-то интересные инфосообщения по перспективам черного золота, и каждую торговую сессию мы находим исключительно лишь негативный фон, который продолжает указывать на то, что бренд и WTI будут находиться под дальнейшим прессом. В принципе, и сегодняшняя торговая сессия не исключение. Так, мы планомерно подошли к самому важному событию, это, разумеется, публикация итогов двухдневного заседания и публикация процентной ставки. ФРС принял решение не повышать ставки рефинансирования, оставив их на прежнем уровне 0,25%. Стоит отметить то, что американский мегарегулятор не отказался от политики потенциального ужесточения монетарного курса, а просто предпочел отследить, скажем, текущий новостной фон и посмотреть за тем, как ситуация будет разворачиваться дальше. И сроки повышения процентной ставки просто поехали на следующее заседание. Я уже в начале, собственно, этого вебинара отмечал, что следующая кульминационная дата у нас октябрь. Ну, по крайней мере, нужно ожидать, что, можно ожидать, что до конца этого года решение все-таки будет анонсировано на рынках. Не стоит забывать о том, что оснований для, опять же, нормализации денежно-кредитного курса у Федеральной землиной системы сейчас предостаточно. Более того, большинство членов ФРС высказывают пользу необходимости повышения остатка уже до конца этого года. И хочу также отметить, что пятеро голосующих членов высказали за то, что, может быть, до конца этого года мы увидим двухкратное повышение процентной ставки. До публикации итогов заседания ФРС были опубликованы еще данные по заявкам на пособие по безработице. По факту мы увидели, что по рынку труда еще один сильный макроэкономический отсчет 264 тысячи против прогноза 275 тысяч. То есть у нас уже цикл, который длится 28 недель подряд, то что отчет находится ниже 300 тысяч. И, разумеется, вот это затяжное улучшение ситуации на рынке труда позволяет нам говорить о том, что тренд продолжается, точнее, тренд, мы наблюдаем самый длительный тренд за последние 40 лет. Еще один позитив для рынка труда и, соответственно, еще больше аргументов в отделе ставку на потенциальное усиление позиции доллара. И, разумеется, возможность услышать это решение уже по итогам октябрьского заседания. Еще в четверг были опубликованы данные, пороченные продажам в Англии, которые просили в годовом эквиваленте до 3,7% против прошлого 4,3%. Что касается британской валюты, то это еще один фундаментальный негатив для британца. Но поскольку все-таки в четверг все внимание было приковано к ФРС, и понятно, что не услышав о повышении процентной ставки, доллар попросту перегорел. Мы увидели коррекцию американской валюты, рисковые инструменты использовали это во благо себе, разумеется, смогли отбить много десятков пунктов у своего основного конкурента. Но ралли это оправдывалось недолго, потому что в пятницу мы уже видели, как прежние инвестиционные идеи, предполагающие ослабление рисковых инструментов, они стали доминирующими на рынке и, соответственно, позволили нам вернуться к прошлому фундаментальному фону, предполагающему возможность еще большей коррекции этих активов против американского доллара. Что касается торговой сессии в пятницу, то, как я уже отметил, ралли рисковых инструментов очень быстро сошло на нет. Коррекция была существенной, там от 150 до 200 пунктов. Наверное, основными официалерами выступила как раз британская валюта и канадец. Хотя, наверное, еще большие потери на фоне британца понес именно канадский доллар, поскольку пара USDCAD снова оказалась выше уровня 1.32. И, как я уже отмечал в ходе сурочного брифинга, у нас достаточно оснований на то, чтобы делать ставку на дальнейший рост и достижение даже к концу 2015 года уровня 1.35. Но действительно все располагает к тому, чтобы пара двигалась именно в этом направлении. Я уверен, что в конце этого года мы вернемся к этой идее и очень хочу, чтобы вы не проигнорировали эти ожидания. И в конце 2015 года, точнее, по факту того, когда пара достигнет этого рубежа, смогли поблагодарить лично себя, потому что это будет правильная сделка, провести которую у вас есть возможность уже сейчас. Еще раз отмечу, USDCAD снова оказался выше уровня 1.32. Что касается британской валюты, то, опять же, повторная оценка, наверное, фундаментальной слабости все-таки дала больше убедительных доводов и факторов трейдерам, которые интересуются этим активом, в пользу того, что фунт нужно продавать, даже несмотря на последний рост. Поэтому пара просела практически в район 1.55 и, как я уже отмечал, по-прежнему сохраняет достаточно потенциала для еще большей коррекции. Ну, собственно, исходя из, опять же, содержания прошлого экономического календаря, прошлой недели, коснулись всех основных событий. Давайте теперь перейдем на эту неделю. Сразу прям начнем со среды, потому что во вторник и, ну, сегодня уже, по сути, сессия близится к своему логическому завершению. На завтра, я важных отчеток, и вовсе не обнаружил в экономическом календаре, а вот в среду день уже будет довольно-таки интересный. По Китаю индексы PMI, напомню, что в прошлый раз, после того, как мы увидели очередной негатив касательно промышленного сектора, именно этот индекс испровоцировал очень серьезную разгрузку китайской фондовой секции и подтянул за собой, по принципу цепной реакции, такие же негативные тенденции на почех, собственно, в финансовых рынках. Я считаю то, что завтра, может быть, Китай у нас окажется ключевым событием дня, и если мы увидим очередной негатив по индексу, значит, можно будет делать ставку краткосрочного только формата на усиление позиций защитных активов, это японская иена и швейцарский франк, потому что традиционно за последние три недели логика оставалась неизменной всегда. Если мы видим коррекцию, если мы видим негативные сигналы по Китаю, если, разумеется, они приводят к соответствующему негативу по фондовым активам, в основу, скажем, точнее, на передовой выходят инвестиционные идеи, связанные с повышенной привлекательностью интереса к защитным активам. Поэтому утром в 4.45 этот отчет будет опубликован. Если видим слабую статистику, думаю, что краткосрочно можно будет смело делать ставку на продажу USD-йена и, соответственно, на усиление позиций швейцарского франка, то есть на коррекцию и пары USD-свеси. То есть долгосрочно у нас и та, и другая идея направлена на возможности более, точнее, рост к более высоким ценовым значениям. Каткосрочно можно будет все-таки надеяться на локальные отчеты и делать ставку на потенциальное ослабление американца против этих конкурентов. Также внутри дня будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Ну, также уже отмечал, что сейчас, наверное, стоит больше надеяться на снижение запасов, потому что все-таки мы имеем дело с сезонным фактором, тогда, когда производственные мощности по переработке нефти задействуются не так, как и прочие сезоны. И это обычно буквально до, скажем, первых месяцев зимы в этот период мы наблюдаем рост запасов. Если и в этот раз, скажем, этот период не станет исключением, у нас будет еще один повод локального характера, который будет усиливать, опять же, наш стратегический взгляд касательно перспектив черного золота и позволяет делать еще с большей уверенностью ставку на возможности более серьезной просадки позиции и Brent, и WTI. Напомню, что наша цель пока неизменна. Ждем снижения в район 45 долларов за баррель. В четверг индекс делового оптимизма от ИФА по Германии и еврозону также в целом. Поскольку мы уже, наверное, поняли недостаточно по оценке ЗИЮ, я думаю, что этот отчет можно проигнорировать. Заказы на товары длительного пользования, пожалуй, один из самых важных макроэкономических отчетов сейчас в рамках этой недели. И, разумеется, эту статистику нужно интерпретировать как возможность получения еще одного подтверждения объективной силы американской экономики. Если заказы на товары длительного пользования покажут прирост по сравнению с прошлым месяцем, значит, у нас будет еще один фундаментальный повод делать такую же долгосрочную ставку на усиление позиций доллара. Тем более, что касательно прочих секторов, я думаю, что вопросов нет уже ни у кого. Позитив, он довольно-таки очевиден. И если бы не, скажем, эти риски, которые характерны для мировой экономики, о чем говорил Джанет Хиллен в ходе своей пресс-конференции в четверг, решение о повышении процентной ставки уже давно было бы анонсировано на рынке. Мы, собственно, его ждем и ждем до конца этого года. И каждый следующий макроэкономический отчет, особенно если он будет сильным, наверное, будет еще больше убеждать даже монетарное руководство ФРС касательно того, что нужно уже действовать и перестать нервировать и раздражать финансовые рынки. В пятницу Национальный микс потребительских цен в Японии вынес этот отчет в содержание важных релизов экономического календаря и, собственно, поставил на повестку дня. Потому что, если уж мы в последнее время переключились на фундаментальный фонд японского происхождения, то есть ожидаем новые меры экономического стимулирования со стороны Банка Японии сейчас, конечно же, нужно посвятить за актуальными цифрами по инфляции. Но что-то подсказывает мне, что мы увидим еще одно снижение. И уже в понедельник, когда проведем следующий вебинар и когда будем актуализировать даже информацию в рамках брифинга, мы будем констатировать лишь еще одно снижение индекса потребительских цен и будем делать еще большую ставку на то, что и новые меры экономического стимулирования со стороны Банка Японии также уже не за горами, что тактически будет оказывать давление и на позиции японского валина. И, наверное, самый важный отчет этой недели – годовые данные по ВВП США. Напомню, что прошлая оценка показала, что ведущая экономика мира расширилась на 3,7%. Это самый лучший результат среди всех развитых рынков. И, если вы помните, я приводил такую параллель в ходе брифингов, что, к примеру, российской экономике, чтобы сравняться с такими показателями по темпам экономического роста, разумеется, нужно с учетом, опять же, отношения ВВП на душ и на усиление показывать прирост в 5 раз больше. Получается, если 3,7% – это экономический рост США, значит, российская экономика, чтобы говорить о том, что растет не меньшими темпами, чем США, рост должен быть около 15%. Это так для контраста, чтобы все понимали о том, что мы имеем дело в рамках американской экономики с просто колоссальным приростом. И, разумеется, он еще раз указывает нам о том, что американская экономика чувствует себя сейчас круче, чем любой другой регион, который представлен в мире. Значит, даже одного и этого уже должно быть достаточно для того, чтобы трейдеры все-таки делали ставку на возможность ужесточения монетарной политики, потому что Соединенные Штаты Америки готовы к такому повороту монетарного курса. Собственно, мы его и ждем. Теперь, касательно ценовых ожиданий, как я уже и отметил, евро-доллар, австралийцы против доллара, USD и фунт против американской валюты. Цели вы сейчас видите на своих экранах. Чтобы, скажем, оттолкнуться от текущих актуальных значений, сразу отмечу, что ожидаем соответствующего падения рисковых инструментов и рост американца примерно в районе, точнее даже в диапазоне 100-100 небольших пунктов. И действительно, этот интервал опары могут пройти легко в рамках этой недели. Что касается корреляции запасов нефти и евро-долларов. Очень интересный вопрос. Наверное, этот вопрос вы хотели заложить в основу другого, касательно того, что же ожидать по запасам и, соответственно, по перспективам главного валютного риска против американского конкурента. Я думаю, что здесь нужно искать корреляцию, может быть, даже не в том фоне, который способствует динамике того или иного актива, а вообще в целом в поведении, которое показывают инструменты. И говоря про нефть, наверное, лучше делать ставку, опять же, на американскую валюту. Хотя, учитывая то, что евро и нефть являются, опять же, активами, относящимися к категории рисковых инструментов, для них свойственно общее неприятие риска тогда, когда мы видим соответствующую динамику по защитным активам. Но прежде всего, отталкиваясь от доллара. То есть, если будет расти американская валюта, разумеется, на евро главного валютного риска будет оказана соответствующая такая оппозиционная ставка в плане коррекции. Если будет расти доллар, то, разумеется, будут расти и цены на сырьевые товары. Если растут цены на сырьевые товары, спрос падает. То есть, параллельно с ростом доллара мы будем наблюдать и ослабление позиций нефти. То есть, в этом ключе, наверное, корреляция действительно присутствует. Если есть еще вопросы, задавайте, конечно же, либо в общий чат, либо в рубрику «Вопросы». Настаивайте вы на том, что корреляция все-таки присутствует. Но касательно роста запасов, я бы не стал такую корреляцию искать. Но поскольку вопросов больше нет, вам большое спасибо за внимание. Разумеется, завтра жду вас всех на брифинг. Ну а следующий вебинар пройдет уже 28 сентября. Поэтому хороших вам прибыльных сделок. Увидимся в следующий понедельник, ну или завтра. Всего доброго. До свидания.